Музыка Я же просил, выключил телефон. Это украинская женщина. Я выключил, честно говоря. Выключил. Перевел его в режим. Вот и все. Конец интервью. Типа оттепель, то есть это обращение к некоим истокам рок-музыки как таковой. Мне кажется, это где-то 60-е, 70-е годы. Это был очень важный период, когда вот все, что и стало потом классическим и таким вот придумывалось тогда. Все вот так называемый рок-музык. И мне это близко, потому что я тогда был школьником. Мне там впервые попался что-то где-то по радио, я услышал где-то группу Манкис, группа Битлз, потом Пинк Флойд. Это были первые. Поэтому в данном случае оттепель для нас это обращение к рок-музыке как вообще как жанру. Вы поняли, что это круто. И с тех пор ничего круче. Всегда хотели сделать так же круто. Да, это вариант самовыражения очень важный и очень свободный. И на самом деле, что касается политики, ну всегда все рок-музыканты, и Леннон и прочие, они всегда как-то как-то реагировали и выступали. В общем-то музыканты и рок-музыка это за гуманизм и против войны в любом случае. И песня украинская, релическая, она антивоенная в любом случае. И никакая она не анти-украинская. Пусть мне эти комментаторы не пишут, мерзавцы. Какой-нибудь щенок киевский 20-летний мне начинает писать о том, что я ему должен, оказывается должен, я ему как москаль, я ему должен за голодомор. Вот. Я за мир, я против революции, против потрясений. И этот альбом будет об этом. Очень жестко, я вас уверяю. Там будет очень жестко на эту тему. Потому что мне есть, что сказать. Нет. Нет, ну это же очевидно, по-моему. Это как бы, ну как, ну как вариант, как провокация, да. Во-вторых, никакой политкорректности в искусстве быть не может. Потому что можно все. Главное, как. Насколько это талантливо, интересно. Интересно. Смешно. Талантливо. Да. И поэтому тут идея не то, что я там какой-то антигей там или прочее там за какие-то там гомофоб. Ничего подобного. потому что это, ну, чушь. Потому что мы люди свободные искусства. Но я точно так же там не являюсь каким-то сторонником каких-то вот. Настоящие мужчины таскают шины. Это уже получается про. Ну, тут я понимаю, что если человек не понимает, он не понимает. Трудно объяснить шутку, да. То есть у нас все творчество проникнуто. Ирония и провокация. И самоирония в том числе. Мы себя всерьез не воспринимаем. Мы, как группа НОМ, это не чисто, это как некий арт-проект, на самом деле. Мы же все художники. Да, безусловно. Частью его является музыкальное творчество. При этом, безусловно, существует студия НОМ-фильм. То есть все-таки уже пять полнометражных фильмов сняли. И параллельно уже больше десяти лет существует также Содружество художников. Так называемые колхуи. Это колдовские художники. Сокращенно. Изначально это задумывалось, да. Идея принадлежит к художнику Копейкину. Ну, загострое, это именно мы, как художники, существуем ну, сами по себе. Копейкин, сам по себе еще другие. Но иногда мы собираемся как колхуи и выступаем вместе по, как говорится, по сочинению на заданную тему. Поэтому мы, как колхуи, у нас было пять выставок. Они все каждый раз это... Остальные художники там могут быть разные. И все они там, кто график, кто какой. Они... Но иногда мы собираемся, например, делаем выску чмо. Человек-магия общества. Или тартар-тарары. Тюрьма, армия, ресторан, как три кровоугольных камня русской культуры. Например. И вот все художники начинают работать именно по теме. И мы, как колхуи, мы только в данном случае являемся. Потом мы все, да, живем сами по себе рисуем, что хочет. Кто что хочет. Вообще, в любом случае, умение держаться на сцене помогло уже потом, будучи работая в рамках оперного театра, не сжаться тебе по краям где-то там. Потому что там тоже народ любит сжаться по краям, идти вперед, делать что-то интересное. Поэтому тебе дают там... А вот ты дают какие-то поручения сценические. Вот. Как-то теперь куда-нибудь залезть. Самые простые. Или что-нибудь цегать, придурка какой-то. Ну, не все же могут там вот петь на двигающейся двери ездить, там в какую-то высоту подняться, какого-то голова кружится. Пожалуйста. Плясать на крыше машины, там, например. Что-нибудь такое. Это потом уже. А так, да, естественно, в любом случае работа артистом, нахождение на сцене, пение, оно развивает как-то. И пришел, да, пропелся. Изображение придурка. Зачастую, да, работа в хоре это изображение придурков. Или просто обычных людей, которые тоже. Что-то то же самое. У басов вообще роли это все появились. Жандармы, полицейские, солдаты, там, надсмотрщики. Вот. Держи морду такие. Рявкнуть, не пущать. Не могу сказать, что-то нравится, но это хорошо получается. А-а-а-а-а... Режил-был в мальчик, Он взял яблоко и его доел, а бабушка сказала, бабушка сказала, свинок, свинок. Субтитры подогнал «Симон» А бабушка сказала, бабушка сказала, бабушка сказала. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»